Всем привет, дорогие друзья! Канал Покашеварим. Сегодня жертва маркетинга. Я сегодня стал жертвой маркетинга. Ну, точнее, не сегодня, а вчера, признаюсь, вчера купил вот эти блинчики от сибирской коллекции. А когда мы слышим словосочетание сибирская коллекция, у нас в голове всплывает вот эта вот эпичная, очень странная, на мой взгляд, реклама, когда чувак на Мерседесе вот так вот разрезает пельмешку в огромной офигенной квартире, кушает пельмешки сибирской коллекции. Такого в жизни не бывает, конечно, пельмешки едим мы, простые люди, вот, и в том числе блинчики, то есть вот пельмени, как в сибирской коллекции, уже в голове засело, а вот блинчики не было. Блинчики там были красная цена, всякие там от палочей, ну, куча разных блинчиков, а вот в сибирской коллекции не было. Но надо признать, что упаковка у них действительно топово сделана, то есть это хочется взять, это прям люкс, потому что черный цвет, бордовый цвет и ручная работа, вот этот вот золотистый принт и все, короче, круто, то есть действительно вызывает желание схватить эту пачку. Сколько стоит, ребят? Блинчики от сибирской коллекции, как и все от сибирской коллекции, стоят дорого, дорого-богато, я сейчас найду, ребят, это чек из пятерочки. Так, сибирская коллекция, блинчики с мясом, вот эти вот блинчики с мясом, 400 граммов, стоят 280 рублей, а вот блинчики с малиной 400 граммов, стоят 180 рублей. Давай посмотрим поближе. Вот такая, друзья мои, приколюха, смотри, такая коробка, внутри бокс пластиковый и 5 блинчиков, что с малиной, что с мясом. На самом деле, вот, я не знаю, как у вас ассоциация, но я когда смотрю на это, вижу, что здесь малина, смотрю вот на эту наклеечку, и у меня ощущение, что это вишня. То есть у меня ощущение было, что это вишня, когда я покупал. Содержит говядину лимузин, смотри, говядина лимузин, честно говоря, я не знаю, что это за говядина, вот, но, видимо, это какой-то сорт очень крутой говядины, раз это на такой стильной упаковке. Итак, состав, друзья, мука пшеничная, высший сорт, вода питьевая, молоко сухое, меланж яичное, масло сливочное, масло подсолнечное, высший сорт, сахар, соль, разрыхлитель, гидрокарбонат натрия. Окей, начинка. Говядина, мясо, кур, лук. Блин, ну вот это тоже, да, с говядиной. Говядина, мясо, кур. Вот нафига вот это все. Подсолнечный, так, 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 перец черный, ну, то есть состав абсолютно, абсолютно натуральный. Я полагаю, что то же самое и с малиновыми, смотри, ну, по тесту окей, то же самое тесто и начинка. Малина свежезамороженная, сахар и ванилин добавлен в начинку к этим блинам. Что еще интересного на упаковке? Обжаривают они вручную, как написано, с добавлением сливочного масла, окей, это круто. И вот здесь вот смотри, выберите свой способ приготовления блинчиков с начинкой. Вид продукта указан на этикетке. Первое, не размораживая, разогрейте в микроволновой печи при мощности 450 ватт в течение 2-3 минут. И второе, не размораживая, положите блинчики на хорошо разогретую сковородку с растительным или сливочным маслом. И накройте крышкой, обжаривайте на слабом огне 5-7 минут с каждой стороны до аппетитного золотистого оттенка. Я человек простой, я вижу 2 способа приготовления, и я сделаю. Именно 2 способа приготовления, заодно сравним, какой лучше. Ну, очевидно, что поджаренный на сковородке должен получиться вкуснее. Давайте распаковывать блинчики и готовить их. А, кстати, вес, может быть, проверим, слушайте, сколько они заявляют? 400 граммов, 400 граммов. Цены, ну, в принципе, адекватные. Если там начинки нормально, то рублей 70 за 100 граммов в доставках такого ты не увидишь. Давай взвесим. Так, 400, нормально, 405 граммов. Хотя, наверное, упаковка больше весь... А, подожди, перевешиваем, у меня облокотилось оно. Итак, 422 грамма с говядиной и 430 граммов с блинчиками. Все, ребята, фабрика, тут ничего не поделаешь. Надо же, что, вскрываются, что ли, а? Малиновые вы мои. Смотри, нормально вскрылось. Я думаю, сейчас порвется нафиг вот эта верхушка. Так, это блинчики с малиной. Ух, а тут такой приятный холодок. У нас дома топят, дай бог как. На удивление. Замороженные блинчики. Что, блинчики как блинчики? Пока о них сказать нечего, выглядят, ну, действительно, блинчиками. Офиген топ-контент. Так, все, давай разогреем. Возьмем блинчик с малиной. Да, и возьмем блинчик с говядиной. Вот это у нас будет в микроволновке. А вот эти вот мы пожарим. Давай. Только сходил, говорит, давайте добавим маслица. А маслица-то у меня уже и заканчивалась. Пускай истекает. Ну, кстати, наверное, вполне хватит. Сейчас размазюкаем. Должно хватить. Выкладываем блинчики. А я тут пожарю аж 4. Товарное соседство я нарушу, если вы не возражаете, да? У меня тут будет из говядины и с малиной. По 5-7 минут с каждой стороны на небольшом огне рекомендует производитель. Поэтому уменьшаю огонь. Накрываю крышкой, как написано. И обжариваю. Так, ну что, первые 5 минут у нас прошли успешно. Так, что-то даже обжарились немножко. Запах идет приятный. То есть я очень чувствую сейчас ванильный запах. Ну, видимо, из начинки малиновых пирожков. Хотя, наверное, в самих блинах тоже есть ваниль. Все. И самое время поставить в микроволновку. Так, 450 ватт. Это средний нагрев, видимо. Сколько там? Раз, два, три. Минуты. И все. Бахаем. Е-е-е-е. Опа, пожарились. Давай заберем с малиной. Ну, слушай, они, кстати, пожарились вот на минимальной температуре. Это с малиной. На минимальной температуре и они мягкие. То есть я бы не сказал, что они прям какие-то хрустященькие стали. Пойдем пробовать. Вот что стало с блинчиками из микроволновки. Смотри, малина просто повылезала по краям. Вроде ничего не взрывалось, я никаких звуков не слышал, но выглядит это так. Кстати, тесто такое довольно подсушенное получилось, в отличие от блинчиков, которые на сковородке. То есть они здесь мягенькое такое тесто. А тут суховатая. Ну, давай будем пробовать и тот, и тот вариант. Оценим начинку. Так, это у нас с говядиной. Ну, как бы с говядиной. Ну, кстати, вот смотри, да? Оп, я думал, там они зажлобят нам начинки. А нет, мяско есть, пахнет довольно прилично. То есть что-то какая-то начинка присутствует. Ну, и с малиной мы эту начинку тоже видим с вами. Внутри ее не осталось. Вот. Но снаружи она повылезала. Давай попробуем здесь малиновый разрежем, чтобы посмотреть все-таки. В общем, в микроволновке малиновый греть нельзя. Мы поняли, да, с вами? А вот тут вот смотри, когда начинка внутри, выглядит все посимпатичнее. Ну, прям действительно, малина с сахаром неплохо-неплохо. И здесь вот с мясом. А вот этот блинчик, мне кажется, тут поскромнее мяса, чем в том было. Ладно, давайте отведаем чудо-продукты от сибирской коллекции. Первый у нас идет мясной блинчик. Блины прожаренные, все хорошо. Мясной со сковородки. Давай, и мясной из микроволновки. Ой. Ну, кстати, по мясному я бы не сказал, что есть большая разница. И в микроволновке годно, и на сковородке годно. Значит, что по вкусу? Хороший фарш, хорошо посоленный. Ну, слушайте, сибирская коллекция, пельмени мы с вами, наверное, каждый ел, да? Хороший фарш, действительно, по специям. Он довольно сочный, влажный, то есть его хватает. Может быть, дома ты положил бы больше. Начинки в блинчик, но тут его столько, чтобы хватало, ну, ты чувствовал эту начинку. Довольно вкусно. Сами блинчики хорошо сделаны и хорошо сделанная начинка. Вот. Ну, ладно, давай, слушай, давай малиновую. Я малину люблю, в принципе. Конечно, было бы клевее, если бы это была вишня. Блинчики с вишнями, мне кажется, вкусней. Единственное, что я не люблю в малине, это вот эти вот зернышки. Зернышки. Они потом еще неделю тебя преследуют. Так, окей, сейчас, подожди. Давай я вот попробую из микроволновки то, что у нас разогрелось и вытекло. Но в данном случае разница есть. Микроволновка и сковородка. На сковородке, учитывая, что начинка осталась внутри, а здесь она вытекла, то есть в микроволновке они получились более сухие какие-то. То есть начинка, она вытекла, и из нее влага удалилась, она стала сушивкой. Тем не менее, съедобно. В микроволновке тоже съедобно. И, естественно, в сковородке тоже вкусно. Слушайте, ну, думал ли я, что это будет невкусно? Пожалуй, нет. Потому что все-таки сибирская коллекция. Да, у них были что-то какие-то? Я не помню. Какие-то пельмени мне у них вообще не понравились. Где-то по акции брали. Я не помню даже какие. Ну, их куча этих пельменей, 100-500 вообще. В целом всегда, как бы, продукт заходит. И пельмени, видишь, и блинчики они делают весьма сносно. Могу ли я советовать? Да, в принципе, да. Наверное, за 200, сколько, 5 блинчиков. Вот на семью не хватает. Вот у меня... Хотя на семью из трех человек... Да тоже не хватит, нет. То есть надо, чтобы поесть там дома вечером, например, блинчиков пожрать. Надо две пачки покупать. Это уже 500 рублей, извиняюсь. С малиной дешевле обойдется. С малиной рублей 380, да? Я забыл уже просто цены. Ну, короче, с малиной на завтрак пожарить или даже подогреть. Но, видимо, аккуратней, чтобы ничего не выливал. Вполне можно. В общем, ребята, хендмейт, вот эта вот серия хендмейт от Сибирской коллекции, весьма годная штука, по цене решайте сами, не знаю. Я, если честно, иногда люблю поесть блинчики с начинкой, ну, например, мясные, да? Мне нравится иногда заточить. Но, скажем так, вот иногда игра стоит свечи, иногда игра не стоит свечи. То есть, вот когда начинаешь заморачиваться с блинчиками, то есть, надо фарш зафигачить, там, блинов на печь, вот это все. Ну, долгий-долгий процесс получается дома. И если вот спрашивать меня, настолько ли я люблю блины, чтобы постоянно готовить их дома, нет. Я иногда лучше куплю какие-нибудь вот замороженные. А их выбор огромный. Я думаю, что я и другие попробую в этой рубрике. Надо посравнивать, кстати. Можно было вообще с красной ценой сравнить. Дима подал идею. Ну, не догадались. Ну, в общем, то есть, мне проще, наверное, иногда купить, вот так вот пожарить, приготовить. Особенно, вот если состав нормальный, как здесь. Чем дома наводить эту тягомотину с блинами с начинкой. Ну, а так каждый сам для себя решает. Конечно, дома приготовить это было бы гораздо дешевле. Гораздо дешевле. Раза в два с половиной, я предполагаю. Вот. Но, тем не менее, в общем, по цене сами решайте. Все, ребята, жертва маркетинга. Сегодня я попался на сибирскую коллекцию. Особо не жалею. Нормальный продукт. Есть можно. Выбрал бы с малиной, пожалуй. С малиной прикольно. Все. А если будут еще и с вишней, буду брать. Всем пока. С малинкой душевно. Чувствую себя мягкой. Габби.